добрый день дорогие друзья сегодня снова с вами вальдемарка как вы поняли нахожусь я вот это свои участки и короче не было печали купила баба порося кофе свою перестройка потом немножко покажу об соли все где валяется ведь я здесь сделал уже хорошие хорошего материала а то были это было пластик вот так что сверху бирку заделать еще от посол все выравнил самому время уходит все эти кусочки и сама хуже ребята вот это вот переделывать лучше заново строить это тобой барахло получается все надо делала где-то кусочек добавить этот пилит мучайся мучайся ну просто хочу маленько свою будку больше сделать на стен который уйдет сделаем побольше что будка было я позорачиваю момент я хочу показать счет чего я делал стопов вот такого пластика давно это было что-то биться и крыша властного сделано она со временем покажу вам не очень не происходит просто крошит раньше у меня еще и потолок был крыша была с этого сделана солнце и потолок был тоже у меня сделанной пластиком с работы кучу протащил с дурю собирал там старалась тащил еще ребята все зачем тебе для чего это тебе и нас стало завидно думать что-то вальдемарка придумал а короче я был раньше здесь у меня была сама эта будка была сделана вот здесь видите здесь вот кончалась уже крыша кончалась до сих пор и просто здесь оставалось осталось это место но я подумал что он просто здесь будет пустовать и я сделал того как виде кладовки поэтому с этой стенке я тоже сделал бы с пластика и взял отсюда был с этой стороны стёк сделал в эту сторону мы все здесь мы с этой крыши в эту сторону шел на посередине у меня сливная шла и сверху я тоже был положил этот пластик хочет через два года наверно полопался крыша побежала здесь я еще раз положил наверх и короче промочили тут стенки все уже облазить падать и поэтому я решил все это сделать переделать маменька ну конечно тяжеловато тут переделать все эти поставил балочки другие полностью чтобы на вся крыша шла поэтому я покупал материал там толь все это уже крышу все сделал даже эхо крышу все сделали такой бардак хлам я столько много и вот эти еще два окошка могут сильно солнце по два окошка белых видите там стоит хочу тоже что прилепить куда-нибудь вот в в этом месте вот здесь вот карте еще мы стоим вот сюда хочу прилепить сюда тоже одно окошко ну будка маленькая да самые окна получается они метр сорок четыре на девяносто шесть придется мне стоим оставить то есть он не будет на мне стоять вот так вот на 140 вверх будет стоять на иначе он не помещается на черта а иначе ничего не помещается это окошко так и оставлю наверное дверь я еще купил по я забыл сказать дверь же жестяную короче нас оцинкованная поставлю вместо этой двери который возле стоит она эта дверь то деревянная тут такая сырость что после сейчас я закрываю покажу видите сейчас сейчас ущелье большая целый палец пролазит а зимой двери не откроешь а тогда дерево разбухает и вы сколько раз его ломали поэтому я теперь приобрел там он оцинкованную попробую поставить все я думаю все так будет быстро делаться ничего подобного ребята все убирать надо все переделать надо стоит стоечку нам не убирать сюда передвигать маленькой чтобы какая-то дверь зашла сюда столько работы все это пилять нужно убирать нужно ребята сегодня суббота значит завтра я хочу приехать хотя принципе завтра будет дождь дождик но я приехал был с ночевкой посидеть порыбачить получилось так как обычно удочки закинул всю ночь простояло ничего ничего не было ребята ничего не было но я и спал хорошо в принципе потом днем одна плацвечка как она прохлотила эти две кукурузины я не знаю маленькая такая небольшая плацвечка попалась была так я больше удочка и не перекидывал некогда мне нужно быстрее сделать свою работу но это мой отдых такой ребята как я уже и говорил это мой мой отдых такой мне еще ребята тоже писали спрашивали что там у нас за камышами но я сегодня снял что там нас за камышами дальше ребята тут вы спрашивали а что там находится за этими камышами там находится поле поле там крестьянское хозяйство ведь вообще туда же делай час ведь еще там обрабатывать или сено они косили переворачивать на крыше переворачивать наверно тоже проводит там нету болота все поля все обрабатывается все обрабатывается а значит вам еще дальше идет уже город город идет уже если я даже попробую показать посуде еще один еще один так далеки пробую увеличить еще что я уже приблизил до конца мы сегодня суббота они работают тоже крестьянин он везде крестьянин работать надо каждый день или как говорится пока погода позволяет не построены рисовался это как выпуска что кончено разбирается доверяется и дом вы 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 Афиша висит. Это магазин. Магазин там, где я покупаю материалы, где все дорого стало. Также видите, человек едет, собаку выгуливает, наверное, сейчас не видать, из-за того, что там какая-то культура какая-то растет. Обычно так стал прожжать потихоньку, но собака бежит. Выгуливает собаку, называется. Остановился все. Иди потихоньку едет. Вот так вот, вид сверху. Хе-хе-хе-хе. Вообще я залез тут на дерево. Опа. А вот тут еще не упастье. Видите, вот эта крыша сделана. Столи. Перетал химичу. Эти дачи работать. Видео снимать надо и работать надо, да? Все, ребят, на этом будет все. Круткое такое видео. Снимать, как я там работаю, что-то клепаю. Как я матерюсь. Я как-то пробовал пару лет назад, когда вот эту я кибитку еще строил тоже. Тоже снимал. Это неинтересно, конечно. Людям неинтересно это. Ну, как-то так, ребята. Да и как-то, знаете, я даже не рыбачу. Вот я удочки закинул, но даже не рыбачу. Потому что мне хочется сделать там, что я задумал, хочется сделать. Вот. И поэтому, как сказать, не сижу долго, не перекуриваю, что-то ковыряю, сделаю. Я же говорю, как я уже сказал, что это переделка, это хуже нету. Проще построить заново все новое. Ну, дело в том, что материал сейчас стал дорогой. Между прочим, ребята, помните, я тоже видео, где снимал, где я был в магазине в этом. И эти рейки уже стали 6 евро стоят. Вот я покупал в четверг, значит, это на той неделе было еще. В четверг я покупал, значит, они стоили там, по-моему, 4 евро, да? А потом я тут все разобрал до крыши, все, знаете, ну, я без футболки, без ничего, все это мусор, все это падает. Ну, есть, короче, грязные. Потные, грязные. И у меня и рейки не хватает, думаю, но не рассчитал я. Ну, как обычно получается, не хватает. Ну, я мою соседу Ваньке позвонил, говорю, Ваня, ты вреешь на дачу? Вот приеду. Я говорю, что, заедет в магазин, купи мне одну упаковку еще таких вот брусков этих. Ну, все, хорошо, говорит, привез мне 35 евро. Я говорю, как 35 евро? Я, знаете, обалдел. Я в четверг брал, а это было в субботу мне привез. Вот с четверга до субботы еще поднялась на 2 евро. То есть, она от этой вот прожилины, вот это вот, стоит 6 евро. 6 евро. Сдурить можно. Но именно только эти вот прожилины, бруски вот эти именно, да? Потому что я потом специально тоже поехал, когда я дверь покупал. Я просто уже не стал снимать. Когда дверь покупал, я специально пошел посмотреть цены. Да? Именно на эти бруски цены поднялись. А, допустим, вот эти платы, которые я покупал, да? Они как стоили 14 евро, так они и стоят. Поэтому я взял тоже 5 штук себе. А так доски очень дорогие. Как вот эти доски, допустим, вот эти вот, которые все вот обито у меня здесь. Ведь я даже внутри здесь, в том году или 2 года назад, даже внутри взял обито. Мало того, что снаружи обито домик, да? Я еще и внутри тоже обил. Потому что они не такие дорогие, не так дорого стоили. Поэтому думаю, почему бы не, думаю, да? А сейчас все дорого, все дорого. Приходится теперь вот с того, что есть материалы делать. Хотя, в принципе, можно и купить, конечно. Но шибко дорого стоит. Вот такие пирожки, ребята. Так что американцы весь лес скупают, оказывается. Про какой-то там причины. Черт его знает. Вообще американцы все увозят весь лес с Германии. Право в контейнера и на корабли. Для чего это они делают? Не знаю. Что у них такая за политика? К чему это они так делают? Хотя, в принципе, на Северной Америке там это лесо, море, да? Как разобраться. Или там, может быть, там... Ребят, пишите комментарии, кто в курсе. Может, там какие-то букашки у них грызут. Или что они... Или хотят они монополию сделать, значит, на дерево. Может, это все связано с этой... С политикой, не с природой. А нам, а нам, что они сейчас хотят же там... Опять все новое делать на счет того, что надо охранять природу. Ну, короче, опять что-то с нас бабки взять. Это точно. Через часик, наверное, поеду домой. Потому что у меня все уже, это самое, окушки сели. То есть батареи сели уже на шурупы, которые я кручу, да, на моей пиле. Батареи подсели. А я думал, ну, еще завтра сарабить работать, да? А надо их подзарядить. Я так подумал, что я еще допоздна здесь поработаю. И потом поеду домой, и самое, чтобы зарядить все это. Что-то я был об этом не подумал. На два дня они мне не хватят. Хотя, в принципе, у меня окушка хорошая. Она очень долго держит. Но я тут и кручу ей. Старые шурупы, которые, ну, было что-то там закручено. Они там, мыльник ржавый, тяжело выходит. Нагрузка большая на этот шуруповерт, да? И поэтому потихоньку уже аккумуляторы садятся. Надо подзарядить. Ну, и все будет, наверное, на этом. Ну, все будет, наверное. Плохо, что завтра будет дождик. Но главное, я крышу, ребята, сделал. Крышу я сделал. Все сливное, все сделал. Боковую стенку сегодня тоже залепил. Так что, даже если будет дождь, то можно потихоньку ковыряться еще. По-любому. Дождь не будет постоянно идти, да? С утра до вечера. Когда это будет уже обстановка будет. Все, ребята, это все. Ставим лайки балалайки.